От Министерства обороны Российской Федерации в руках курсанта Гостантина Выкова, ассистенты курсант Роман Трифонов и курсант Никита Акулин. Ритуал вноса знамён, запровождается музыкой из песни композитора Александрова и поэта Лебедя Попача «Священная война», ставшей символом несгибаемого духа нашего народа. 30 апреля 1945 года разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили алое полотнище на крыше Рейхстага. Именно этот флаг увековечен в истории. Знамя Победы – это символ мужества и преемственности славных боевых традиций тех, кто поверг фашизм самой тяжёлой, самой кровопролитной в истории войне. Молодые офицеры от имени своего поколения утверждают, что не уронят чести осов, дедов и прадедов, что российское оружие в надёжных руках. Вольно! Вольно! Парад! Смирно! Для встречи с лево! Накря! Принимает парад командующий 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенант Сергей... ...и генерал-майор Юрий Десюк. Товарищ генерал-лейтенант, войска новосибирского гарнизона для парада, вознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-майор Юрий Десюк. Параде Победы принимают участие более двух тысяч военнослужащих различных видов и родов войск вооружённых сил Российской Федерации, силовых структур России и более 70 единиц боевой техники. Парадно в строю внуки и правнуки солдат и офицеров, которые ценой своей жизни ковали великую победу! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Герои, генерал-майор Юрий Десюк! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Герои, 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 герои! Подушевлённые Победой Советского народа в Великой Отечественной войне, стоящие в строю курсанты мечтают стать офицерами! Герои, генерал-майор Юрий Десюк, 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 генерал 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 Юрий Дес Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Военнослужащие олицетворяют мощь и преданность своему государству и своему народу. Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ президент! Поздравляем вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Офицеры и прапорщики всегда готовы оказать помощь в трудной ситуации и защитить своих граждан в трудную минуту. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ президент! Поздравляем вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Юные мальчики и девочки, это наша опора и надежда на светлое будущее! Поздравляем вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Воспитанники Канецких конкурсов, это будущие защитники нашего государства, верные хранители военных традиций! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ президент! Ура! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Командующий 41-й общевойсковой армией поприветствовал участников парада войск Новосибирского гарнизона и поздравил их 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 сопровождается перекатным ура! КОНЕЦ 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 Поряд! Смирно! Торжественный маршрут! Парата! На одновременно дистанции! Первая рота! Прямо! Остальные! Направо! На плечо! Чёрт! Прямо! Направо! Шаган! Марш! Парад на площади имени Ленина открывает рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Кадеты задают движение парадных расчетов. Во главе майор Алексей Костенко. Перед трибуной проходит знаменная группа Новосибирского высшего военного командного училища с государственным флагом Российской Федерации, знаменем победы и флагом Министерства обороны Российской Федерации. Чеканья Шаг проходит рота почетного караула с флагами трех видов вооруженных сил, сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Возглавляет парадный расчет командир роты почетного караула майор Константин Гарин. На площади парадный расчет 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина, краснознаменной орденов Суворовой Кутузова 2-й степени отдельной мотострелковой бригады. В околе парадного расчета командир роты губитной разведки гвардии капитан Артем Балинкин. Продолжает шествие парадный расчет 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Свинягородско-Киевской орденов Суворовой Кутузова бригады. В околе строя гвардии капитан Артем Клачихин. Перед трибуной проходит парадный расчет 35-й итальянской ордена Красной Звезды бригады управления. Возглавляет парадный расчет командир бригады управления полковник Роман Мальцев. По площади проходит сводный парадный расчет девушек, соединений и воинских частей Новоселевского комбинезона. Возглавляет парадный расчет капитан Эльвира Гринко. В строю внучки и правнучки тех, кто в трудные годы войны давал нашу победу. Торжественным маршем проходит парадный расчет 24-й отдельной бригады специального назначения. Во главе колонны командир отдельного отряда специального назначения подполковник Таршиль Чемитов. По площади Ленина проходит парадный расчет 41-й Амурской дивизии противовоздушной обороны. Парадный расчет возглавляет начальник радиотехнических войск полковник Владимир Зарифаев. На площади 39-я Гвардейская Ракетная Глуховская Ордена Ленина Краснознаменная Орденов Суворова Гутузова и Богдана Хмельницкого дивизия. Возглавляет строй заместитель командира дивизии гвардии полковник Сергей Чемитов. Перед трибуной проводит 19-й отряд специального назначения «Ермак». Возглавляет строй подполковник Илья Масалов. За мужество, отвагу и самоотверженность более 130 военнослужащих награждены орденами и медальами. Продолжает шествие парадный расчет Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии Яковлева войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет заместитель начальника института полковник Саслан Казаев. Среди выпускников института пять героев России. На площади имени Ленина парадный расчет главного управления МЧС России по Новосибирской области. Командует парадным расчетом заместитель начальника главного управления по антикризисному управлению полковник Алексей Задорожный. Перед трибуной проводит парадный расчет главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. Возглавляет парадный расчет ветеран уголовной исполнительной системы полковник внутренней службы в отставке Андрей Левсков. По площади проходит сводный парадный расчет девушек главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. Возглавляет парадный расчет майор внутренней службы Юлия Перемитина. Продолжает шествие парадный расчет управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Колонну возглавляет заместитель начальника управления по работе с личным составом подполковник внутренней службы Александр Смоленинов. По площади Ленина проходит парадный расчет главного управления МВД России по Новосибирской области. Возглавляет парадный расчет участник боевых действий начальник центра профессиональной подготовки полковник полиции Олег Стефаненко. Благодаря женского парадного расчета главного управления МВД России по Новосибирской области начальника отдела организации дознания главного управления полковник полиции Алина Нестеренко. Торжественным маршем проходят офицеры и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Парадный расчет возглавляет командир батальона курсантов подполковник Сергей Загородников. За годы своего существования училище подготовило и выпустило 28 героев Отечества. По площади Ленина впервые проходит парадный расчет Сибирского авиационного конецкого корпуса имени Александра Покрышкина. Парадный расчет возглавляет подполковник Игорь Скипа. Торжественным маршем по площади проходит парадный расчет Новосибирского командного речного училища имени Дежнева. Во главе колонны майор Евгений Ефремов. Перед трибуной Чеканя Шак проводит парадный расчет детского морского центра «Каравелла» имени Москаренко. Возглавляет парадный расчет директор центра старший лейтенант Михаил Глазычев. По площади торжественным маршем проходят кадеты Сибирского каинского корпуса. Парадный расчет возглавляет ветеран боевых действий подполковник Алексей Лавшин. Замыкает прохождение первых колонн юноармейское движение. Сегодня по главной площади города Новосибирска проходят торжественным маршем два породных расчета Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юноармия». Общественное движение создано по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужевеновича Шайку в 2015 году. Парадный расчет юноармейцев возглавляет генерал-майор Владимир Попков. Парадный расчет девушек возглавляет Людмила Кулагина. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На площади имени Ленина появляется боевая техника. Традиционно первым по площади проходит символ великой победы танк Т-34. За рычагами танка военнослужащий 84-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона младший сержант Михаил Шумилов. Командир танка старший прапорщик Андрей Шуварин. Танк восстановлен и подготовлен к параду силами личного состава армии. По площади проходят бронированные командно-штабные автомобили «Тигр», стоящие на вооружении армейских разведывательных подразделений. Автомобиль предназначен для перевозки личного состава их грузов по пересеченной местности и преодолению водных преград. КОНЕЦ КОНЕЦ В колонне следуют автомобили с многофункциональным беспилотным комплексом «Элерон-3». Данный комплекс стоит на вооружении мотострелковых и ракетных соединений. Комплекс предназначен для мнения воздушной разведки объектов противника в реальном масштабе времени и выдачет данных для цели указания ударным и огневым средством. КОНЕЦ Следом по площади проходит колонна современных бронетранспортеров «БТР-82АМ», оснащенных новейшими видами вооружения, предназначенных для доставки пехоты на поле боя и огневой поддержки личного состава с нашим надежной опорой мотострелков при ведении боевых действий в любых условиях. «БТР-82АМ» получил прозвище «Истребитель танков». В парадном строю 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК» на базе кронетранспортера «БТР-80» предназначены для огневого поражения живой силы, вооружения и военной техники в интересах батареи «На». На площади глубоко модернизированный танк «Т-72В3М». Этот современный танк полностью изготовлен из комплектующих российского производства. Высокие боевые и ходовые характеристики танка уже подтверждены неоднократными победами в международных соревнованиях «Танковый пиатлон». В шествии продолжают 122-мм боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Град». Достойный преемник легендарных «Катюш». Предназначены для уничтожения открытой и укрытой живой силы и непронированной техники противника. За ними следуют тягачи со 152-мм гаубицами М-100Б, предназначенными для уничтожения тактических средств ядерного нападения артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств, подавления живой силы и огневых средств противника на расстоянии до 30-ти километров. В парадном строю цифровая, универсальная, передвижная, радиоревинная станция. Станция Р-416 ГМ. Станция предназначена для повышения эффективности работы подразделений радиоралейной связи в боевых условиях. За ними следуют тяжелые механизированные мосты ТМН на базе КамАЗ-55501 и в облиц развертывания временных дорог. КамАЗ-55501 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 СА-1. Данный комплекс способен поражать цели с использованием современных технологий обнаружения и наведения. За ними по площади Ленина движется высокоточный ракетный комплекс С-400. Данный комплекс способен поражать средства воздушного нападения вероятного противника на дальность до 300 километров. На марше самый современный подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» ракетных войск стратегического назначения. На параде представлен двумя автономными пусковыми установками. Данный мобильный комплекс оснащен межконтинентальной баллистической ракетой. Строй военной техники замыкает ремонтная ракетная машина колесная легкая на базе Урал. Машина предназначена для эвакуации армейской автомобильной техники многоцелевого назначения. Проведение текущего ремонта и оказание помощи водителям в проведении технического обслуживания военной техники. Дорогие друзья, парадный строй авиационной группы Воздушно-космических сил России открывает группа в составе четырех вертолетов Ми-8 «Керминатор», которые являются новейшей модификацией самого распространенного вертолета Ми-8. Возглавляет группу подполковник Вадим Юпатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова По традиции замыкают парадный строй Воздушно-космических сил России группа из двух тяжелых истребительных-перехватчиков МиГ-31ПМ. Командир корабля ведущего самолета Лещик Криво-классов. Участник боевых действий капитан Александр Соколов. Глубокая модернизация и применение современных технологий сделали авиационный комплекс с грозной сдерживающей силой от воздушного нападения противника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова